знаешь почему русские приезжают в америку и становятся миллионерами очень быстро я просто устану устану уходить от статей от этих я считаю вообще в россии невозможно работать посмотри спустись метро никто не улыбается не хочу жить в этом обманете вечном да вы что кто в государственном думу пойдет на 40 тысяч работать вы смеете что ли хорошо а как-то до пенсионера на 12 ты жить время сейчас неспокойно и партнеры ненадежно откуда нам здесь взяться розе на морозе одно и то же церковь находится сейчас в том-то том-то ну хорошо находится она решай тебя за этим поставили я призван говорить правду а скажи какое количество денег находится вот именно у тебя даст из себя ты хоть чуть-чуть но все равно умрешь как и все остальные дайте русским людям немножко кислорода всем привет это пресс-центр советского спорта и сегодня у нас в гостях а буквально профессор социологических наук доктора политологии и аспирант смешанных единоборств вы все догадались это дмитрий смоляков дмитрий здравствуйте на пресс-центр меня характеризовал скажи дмитрий вот то последнее время то вас стал как-то мало в интернете вы можете оттуда исчезли чем это связано почему души надолго навсегда не обозримый срок пока не могу сказать мы посмотрим я не интернетный воин не мои это все и не моя это каша самом деле другому я иду и к другому стремлюсь чтобы вариться в этом надо принимать эти интернет это интернет пространство безболезненно без травм для себя не по не пыля и абсолютно спокойно пропускает через себя я не готов поэтому я отключил полностью весь интернет от себя ушел и у сколько-то времени уже находится нахожусь в таком вакууме да я вообще ничего не получаю никакую информацию честно говоря живу счастлива когда мы с тобой поговорили последний раз с даниилом вот знаешь много вот было сообщение под нашими роликами 100000 посмотрела в сумме и все почти говорили там могли быть они знали либо знали там по поражению но вот все сказали что вот дмитрий смоляков молодец и я там буду за теперь за ним свежать следить переживать вот тут на тот момент хотя поддержку чувствовал слушаю там были видео видео интервью не только вам записано были еще потом другим порталом записано видео интервью где много большое количество людей реагируют да на мой взгляд но просто я не понимаю так так думает вся страна или пол страны о том что о том что происходит да как бы нет смысла врать нет смысла уходить от правды а иначе если уходить от правды то тогда как бы значит все ближе 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 к я вернуто и так уже на пропасть знаешь по и практически мы и там уже я просто понимаю что здесь в россии я ничего не мы не изменим ничего мы не добьемся да там все уже за нас давно разрешил решено и каждое выступление это лишь только подтверждение тому что нам снова посыпают пеплом глаза да там нам поют что все наладится там на каком-то выступлении все здорово похлопали эти какую-то рокировку там провели но имеется выписали абсолютно точно да но не в по факту ничего не изменилось и я не думаю просто знаешь у меня есть один друг эльдар да я с ним когда-то уехал в америку двери шестом году этот эльдар сейчас уже очень преуспел я у него там своя раньше он нас кормил тем что он ходил на стройку и занимался это дима лично ломал короче ничего не умели его 1 профил это было ломать эти стены там все крушить для того что потом мастера могли зайти там уже все поломано стал столько вынести мусор и можно уже там творить и на сегодняшний день там уже долларовый практически миллионер у него своя компания и прочее живет преуспеваете даже по моему производством чего-то начал своего и я ему говорю слушаем дар гри ну вот мы тут живем гри ну да красиво все я верну ведь мы умрем тут такой темп тут такой ритм все бегут куда-то никому особо нет времени остановиться и вернуть мы умрем ведь к нам на могилу потом никто не придет и из-за этого бешеного темпа он поворачивается мне такую фразу горит который принципе мне про прояснила а тебе тогда уже не будет ли все равно тебе уже не будет все ли равно кто тебе придет или нет я знаю что вообще тебя последнее время вообще на интервью очень тяжело вытащить и я больше не хочу не давать никакие интервью а смысл этих интервью для чего ну хорошо смотри дал я интервью ну да люди пообсуждали ну да посоглашались там оппозиционные ролики по закидывали и это по большому счету нет не оппозиционер да и если ты из тех кто хочет помочь как-то россии да как-то поучаствовать да но тут у нас нет такой опции в россии там поучаствует хорошо и показывает какой-то каких-то мука это молодежное собрание там общество до созданная якобы это наша молодая политическая гвардия там грубо говоря там при губернаторе при комнате я вообще не знаем этих людей кто это люди что это за люди хоть одну какую-то идею хоть здравый смысл передайте ты конечно может быть и хороший парень но если ты отвечаешь за массы как минимум ты должен быть тот такого слушают этот умеет крутиться у нас страна такая где надо вращаться крутиться наш почему русские приезжают и в америку и становятся миллионерами очень быстро просто научены здесь навыков нахватались да как крутиться вращаться и туда приезжает и уже в этом ритме привыкли что надо надо все время быть в поиске американцы очень медленно у меня вопрос про александра емельяненко вот то из того интервью вот если без корм ты давал было сутки спустя уже осмыслях это чтобы ты изменил меня да наверное все бы изменил бы слушай или просто не стал бы даже отвечу слушай даже не знаю но это было бы точно она по-другому ведь если так разобраться да там мне на утро позвонил один высокопоставленный чиновник да мой друг из москвы силовик и сказал мне следующую речь слушай мы вот проанализировали твой этот монолог до нашли тебе 300 типа которым ты вообще не отвертишься если допустим емельяненко не положено если миляненко положит бумагу на стол в том что у меня угроза жизни я переживаю у меня от этого голова болит слушать я думаю выпишите мне таблетки еще наверное все-таки на моральный ущерб подадим и так далее так далее я вы просто устану устану уходить от статей от этих и это надо быть гораздо умнее и более сдержанными чтобы не повестись на поводу у самого себя не засунуть саму себя в капкан вспылял по какому-то из таких из таких провокаций да он сказал это неприятно все но я проще я до него добрался там через человек когда мы связались так далее и лучше так эти вопросы решать убивать чем чем это все решать в интернете поэтому я кстати и удалю тоже интернет все беды у меня оттуда идут наши у меня в жизнь так складывается я хочу что поменьше знали обо мне моей работе я не в том не в том направлении пошел вот ну и только лишь из-за боев а в итоге так и не связался с емельяненко связался почему вообще-то с ним знаком лично да нет мы один раз увиделись так он прошел мимо ну здрасте вопрос прояснили или как решать вопрос или вопрос прояснили ну но скажем так что никто все поняли друг друга да все поняли друг друга что кто что кто имел ввиду из чего это получилось почему так окей окей ну нет претензий ладно оба виноваты но там назревает может быть другая история который будет быть может станет чуть попозже ясно известно бою быть ну ведь без кайфина уже сделала согласитесь мне как-то и саша рад кайфу если бой принесет в два раза больше денег почему бы нет ну по предварительно поговорили на тему скажем так но сейчас то есть поединок да максим новоселов который дерется кстати чего на этой неделе ты от обещал по шансам готовится там очень ответственно к этому поединку чтобы он я очень готовил соответственно ческать я такие сейчас тренировочные сборы прошло я знал что на максим новоселове не остановимся пойдем дальше и поэтому я впахивал впахивал все это время и даже таиланд это были цветочки там не супер сильные сборы были я там в калининграде очень хорошо нагрузился по борьбе и сейчас завтра улетаю в америку в америке да ну теперь я же практически уже туда переехал можешь об этом поподробнее приехал навсегда ли короче давать сша не лену вам умный и это план да это план безусловно я его давно вы нашего и более того хочу сказать что ну ситуация семилянка мне здорово помогла принять некоторые решения да я все-таки посидел чуть протрезвел посмотрел в другой плоскости на то что происходит вокруг себя нас на себя надо ли мне это и на самом деле сделал то чтобы наверное еще бы может быть не сделал ближайшее время я реально продал весь бизнес вообще в россии все что у меня есть вот в калининграде там и в другом городе я все вообще продал своим партнером и вообще сейчас избавился от любого даже нигде процентом не участвую ни в чем то есть ты за неделю сделал так можешь сказать вообще это там все рабочие было да мне как бы мне пришла мысль что я знаешь куда я переложу у меня есть и другие работы не вроде в россии я знаю куда дальше переложу деньги поэтому я сказал слушай давай это лучше пусть меня россия отпускает но не хочу но доход за пределами россии на что в какой-то и не не только россии там живете нет не только россия считаю вообще в россии невозможно работать у нас у народа нет денег покупная способность снизилась у меня есть друг у него грубо говоря там 60 60 точек для реализации кандирских изделий условно да сейчас оборот средств такой где-то 70 процентов от того что пять лет назад у него было на 30 точках то есть вдвое увеличилась она 30 процентов сократилось количество не идет того что средств у меня не от того что у него качество упало снизилась то что люди покупать не мог не наш не на что все в жопе конкретно с посмотри спустись метро никто не улыбается люди в шоке понятно там кто-то ездит уже слушай уже даже звонят эти с lexus центра и так далее уже предлагает мы вам максимальную скидку сделаем возьмите хоть любую машину хоть что-нибудь уже там кредит чуть ли не готовы по кредитным условиям облегчить и так далее но нет прямая речь президента выступил да о том что собирается помочь молодым семьям эта программа я просто был в тайване то эта программа на несколько лет рассчитана да или там она навсегда не объявлено но не не объявлено да но по посуде то забрали у старых отдали отдали молодым да ну это что какая-то корпорация выделила или кто-то пошел на уступку или там из бюджета вышло там же не дали старым и не дали молодым одновременно чтобы люди сразу легче жить и стали сейчас программу допустим просто программа помощи покупки жилья до просто как начинаешь что понимать потому что не хочу жить в этом обманете в вечном никаких перспектив смотри ночи полина грубую 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 говоря там 240 миллиардов по моему цифра выделена на помощь покупки жилья в лифт как это ипотеку до условно про 15 процентов там или 16 процентов должен выплачивать за ипотеку до 50 процентов на себя берет государство слушайте там можем я могу в цифрах немножко путаться но смысл такой что ты за два года выплачиваешь ой за за 20 лет выплачешь вторую свою стоимость квартиры а нельзя ли сразу просто государству дать половину эту сумму эквивалентно вот этим 8 процентам и человек насобирать этих восемь процентов да и получится он заплатит всего лишь вот эту разницу там в половину квартиры до половину погасит государство у нас нельзя а она надо ему надо заплатить тело кредит еще набежали на эти проценты но там-то банки ведь кто-то с банками в теме да ведь кому-то это надо это эта схема отходная соответственно эти 240 миллиардов надо как-то обработать правильно придумали схему помочь этот милонов говорит предложили понизить зарплату до 40 тысяч говорит да вы что кто в государственную думу пойдет на 40 тысяч работать вы смеете что ли хорошо а как-то до пенсионера на 12 ты жить он говорит до 40 тысяч не прожить невозможно так ты сам ответил на вопросы себе молодец такой ну и хорошо и как в этой стране жить надо быть депутатом кому-то надо быть депутатом у тебя вы получил нет ничего там прогрызут дыру спине значит кто-то должен помогать двигать ну пусть двигаю я поехал дима мне хотелось вернуться от после этого обращения youtube и там появились много вызов тебе лично что нибудь это хоккеист даже читал какой-то предложил поединок да слушай я сейчас отключился до от интернета условно что-то слышал да но как один умный человек сказал что время сейчас неспокойно и партнеры ненадежные чтобы что-то говорить поэтому пропустим эту тему будем жить спокойно в новом месте я думаю тебя вообще будет все отлично да у тебя там это понимаю куча друзей да я считаю что я потерял много времени на самом деле что если бы я работал бы не в россии а там я бы уже другие чуть показатель бы займем но всему свое время знаешь и когда-то отматываешь пленку подумаешь почему это получилось тогда не получилось тогда получилось сейчас и для чего это нам здесь именно оказалось бы это бы надо было бы там где-то а россия по сути дела сейчас страна третьего мира или нет вот на мой взгляд а ты как думаешь я считаю даже чуть ниже вот мое мнение не ну давай проведем про проведем аналитику хорошо путина как относится в остальном мире мне кажется как чужому я знаю как у нас об этом рассказывает на я не знаю как там ну хорошо не уставь секундочку путин как чужого к как чужаку но не будет там русский человек никогда своим никогда своим не будет это будет сюда чужой человек а плюс при том что он еще как как показывают хотя я в это тоже не верю все это большая пьеса он кость в горле до соответственно отношение ко всем россиянам такое же да так еще помимо того что делами не хотят мы внутри страны дело иметь не можем соответственно откуда нам здесь взяться розе на морозе зато крым наш крым наш да ура ну крым может место неплохое да все это бы все это был русский мир когда-то и все это что киев что новгород это были книги князья на которые разговаривали на одном языке не ссорились я пользуясь случаем хочу сказать что украинцы обалденные люди недавно совершенно были диалоги там пересекались по своим общим делам шикарные ребята и никак не настроены к нам плохо до полипа политически конечно на верхушках там они могут и друг другу хоть и глотки перегрызть а люди все равно остаются людьми я думал что там все-таки уже проработали там зомби живут нет ничего подобного шикарные ребята нам бы конечно вернуть бы эту дружбу слушать и мне бы хотелось такую тему затронуть которую от мудро не хотят боксеры и бойцы мама обсуждать которая находится в катеринбурге ну то есть история полу помнишь такую про храм строительства это как-то они там пришли я валя штырков отличился честно сказать я я не знаю правда не знают истории даже ни разу не спрашивал у них про него понимаешь чем дело на фоне всего да так как недоверие правительству максимальная до часа видно что церковь прислуживает тоже к руководителю абсолютно тридцать тысяч пауле стерквей в прошлом году более трех сутки там или более десяти в сутки слушаем как ты понимаешь учу говорит патриарх вообще вот когда он речь про женщину особенно я я ничего не понимаю это и вот слова так и оборот мечь сейчас в церковь приходят люди либо нуждающиеся до которые пришли за помощью ну либо верующие но те эти которые верующие это как правило уже очень взрослое поколение нуждающие которые видимо что-то привело думать какую-то надежду поискать как правило ученые образованные там не находятся он такие обороты речи пускает политическая конъюнктура политическая конъюнктура я вот вроде не дурак вроде читать умею я такого слова не могу до сих пор разобрать политическая конъюнктура запутает так речь что вообще не понимаешь и все время одно и то же церковь находится сейчас в том-то том-то ну хорошо находится она решай тебя за этим поставили как и знаешь его слова я призван говорить правду о хорошо если ты призван говорить правду скажи какое количество денег находится вот именно у тебя никто не знает никто но представляю что очень много судя там по различным историям даже из того же интернета пускай там я не беру ничего больше ты видишь как люди в церкви до 50 процентов приходит это же не считаю за надежды идут да сними ты себя ты хоть чуть-чуть но все равно умрешь как и все остальные ты умрешь президент умрут все дайте русским людям немножко кислорода зачем вы вы их вытаскиваете уже ну пошли и хотите остатки кислорода уже не уже дышать не знаешь уже хочет вздохнуть и тебе уже на грудь наступили ты уже пытаешься ведь на 15 16 20 тысяч невозможно просто пожить в тем более в такой мегаполисе как москва носишь дорогие часы там яхта есть автомобиль карты имеешь баснословное количество денег да просто но ты же русский человек ну да это людям православным таким же как ты веру они больше поверят они наконец-то хоть скажут есть правда в этом мире есть хоть немножко на что понадеется и взял изменил правительство якобы это вообще что-то изменит вот это или там пешки просто передвинули ну и и новую партию той же самой игры хорошо а ты что думаешь я думаю ничего не изменится и только если худшую сторону я считаю что это как раз просто поменяли специально чтобы люди кто-то поверил ну да взглотнул как сказать не честно сказать я веду я думаю что уже на какое-то количество времени да там распланирована игра наперед по касаемо россии кто будет что будет и какие политические партии кто какие посты займет какие законы будут приняты кто между кем как распилить что и честно сказать поэтому я и пытаюсь на на все-таки встать на лыжи да грубо говоря потому что ну сидеть здесь и понимает что что-то изменится а может нет но при этом на вряд ли что что-то изменится в лучшую сторону и наблюдать за тем что как какие-то бездари там принимают законы от которых потом будет будет а будет нам не отражаться я лучше поеду в политически экономически стабильную страну где нет никакой где ты понимаешь что-то платишь налоги на понимаешь за что а здесь на содержание вон тех людей сытых голодов есть тоже понятно скандал за скандалом да там назначили это министр культуры назначили министр культуры бабу до который там в интернете не стеснялась рассказывала как она там лишалась девственности где и когда что она не любит поэзию оперу что она не любит посещать театры это фотография скандально агентом всех посылает на нахи на три буквы она в министерстве культуры там какую позицию занимает первую или вторую но суть в том что ты представь какой много многонациональный народ у нас да и многокультурный я даже вот не могу себе представить там взять тот же горячий кавказ да и что она их за них ответственность несет за их культурное бытие эта женщина будет теперь писать план программы развития в том числе и кавказа ну а ты вообще видишь кого-нибудь политического сейчас мудрого лидера вот чтобы который который мог бы сейчас как-то как-то предпредставлять силу оппозиционного честный нет я буду за навального знаешь причем потому что он хотя показывает кто из них чего ворует хотя он наверно тоже но он не простой у меня тоже есть свои так сказать заморочки можно загрудинина вроде как откуда ну хотя бы слушай ну и если но они хотят не коммунисты вообще если так надо пошел лучше это и ты видел когда идет миронов жириновский зюганов и представитель единой россии там кто-то может медведев они все вместе идут и потом такой раньше снизу надпись и ты до сих пор веришь что тут еще что-то кто-то просто неужели нет в стране эффективных мыслителей почему не предпринять такие кардинальные реформы я учился в институте лесбов тогда какой-то мой первый институт я жил на пионерской в метро это в общежитии это где-то там остановки 67 с пересадкой от декабристов у институт находился на улице декабристов да там надо было ехать какое-то количество либо идти пешком либо ехать на автобусе выходить на сеной либо выходить на невском проспекте и потом 100 несколько проспекта еще ехать до до пионерской ты представь учеба начинается 8 30 до утра в 7 утра надо встать чтобы успеть на учебу при этом это институт физкультуры да там и спорта туда приезжают люди еще живую которые живут мечтой спортсмена у них у него он сталкивается с тем что он живет ему дают учебу ему дают жилье он живет мечтой спортсмена то что ему надо тренироваться плюс ему надо еще где-то деньги брать соответственно в 7 утра он встает 8 30 учеба до заканчивается на в два часа дня у него остается там чуть-чуть времени чтобы успеть там грубо говоря четырем часам на тренировку он успевает на тренировку вечером ему надо что-то еще там по учебе поделать себя как-то накормить постирать правильно а когда время остается время остается на зарабатывание денег тут начинается вся философия ломаться он месяц-два мучается пытается где-то там по ночам работать не спать и с такими глазами ходить на эту учебу то ли охранником стоит то ли что идет на эту учебу учеба валится потому что невозможно жить в таком ритме до тренировки валятся начинает выбирать ну раз приехал учиться скорее всего бросает тренировки бросает спорт потом начинает уже только работать и только учиться ведь у человека в день только полтора два часа в одну сторону занимает дорога это насколько надо быть бездарными руководителями чтобы построить общежитие за там 50 километров от учить от учебного образования у меня знакома одна учится на медицинском институте общежития в пушкине городе находится в другом городе я но ты представляешь это какое плечо надо делать чтобы каждый день успевать на пары и обратно плюс надо еще своей жизни соответственно это представь пять лет тебе надо мучиться каждый день ехать туда настолько непродуманно отсюда не будет результата не будут люди на все сто процентов учиться не будут люди на все сто процентов бороться в итоге знаешь какая учеба начинается все договариваются как закрывать сессию никто на учебу не ходит только потом видишь на на сессии когда эти приходят новые люди новые лица ну понятно потому что он тренировался ну ему некому мы понимаем конечно тут невозможно совершенно система ненормальная дайте дайте студентам реально денег хоть немножко да чтобы они не могли работать хотя бы там 10 15 тысяч рублей и сделайте так чтобы они у них оставалось время выйти на студенческой жизни самое главное время а скажу жита такой вот сейчас вот нынешняя на говоря правительственная власть так далее нам рассказывать про кровавый режим который был в сталинский сельском союзе все все там было плохо образование там было плохое медицина там все было плохо нас хотели убить и и так далее так далее путин говорит что он опытнее ленина по сравнению с тему то что происходит сейчас и происходило тогда вот какое правительство о народе отзаботилась больше слушаю у нас мы пошли по системе индустриализации до сельского хозяйства то есть мы ставим большие агрофермы и там эти агрофермы работают выполняют планы и так далее они на субсидиях у государства такая допустим у нас есть компаниями мира тур мира только это как я слушал медведево медведево его родственников форме допустим когда они зашли в калининградский регион весь весь малый бизнес все мелкое хозяйство они уничтожили до тем что они сделали они они дали минимальные цены до на мясо а так что фермерам стало невозможно просто торговать потом земли подавать мира тургу под потом пошла какая-то еще волна с какими-то эпидемиями для для животных в итоге все мелкое хозяйство полностью разорилась потому что не могли конкурировать у мира торга условно да там 700 миллионов дотаций только на этот регион финансов конечно они могут рубить тогда первые два года грубо говоря убивать полностью весь малый бизнес все сельскохозяйство а потом уже диктовать условия когда остались одни на рынке монополисты и и таким образом не знаю хорошее мясо там или плохое но невозможно в россии было убить это индустриализации все дима ты ведь в хороших отношениях с александром шлеменко он довольно тоже резко высказывает про про нынешнюю ситуацию он тебе вообще что-нибудь говорил по последним то говорил он тоже недоволен вот он реальный патриот да он реально переживает за россию он ему это болезненная история он хочет максимально поучаствовать просто глядя со стороны да я просто понимаю что это даже у него это бег на ровном месте ну по сопротивляется но чуть-чуть поделает ну что попробует думаю что скоро плюнет или не плюнет но я вам как-то шли с ним по лос-анджелесу да я ему говорю сань идем полу санжелесу в сторону море там океан все вот эта жизнь до саня ты мне хотел бы переехать он хотел бы переехать а грачу не переехали для люди не поймут меня просто не хочу русских бросать как бы переехал уже дома вот на мне такой социальной нагрузки не да у него есть ответственность он поэтому это не сделает я думаю что он верит там но он верит в лучшее больше молодец дай бог но просто я я я не понимаю он там никогда не окажется не никто в жизни не поделится этой властью не путем никогда не уйдет какой-то вечер он какой-то ведь не а хрущих несколько да ну какой-то вечный там тонн метр семьдесят видео ну и в таком случае то лицо бесконечные будем слушать и говорят просто камеры разные снимают поэтому он меняет слушать ну может быть он а там да и меняется не но это же не секрет что у правителей всегда были какие-то дарники наверняка и у него есть но не столько же слушай ну может быть я просто двое трое запросто я я просто думал может быть все таки тот путин и действительно переживал за россию да то есть и и тот действительно не знаю и и реально болел как бы ей россии да потому что ну ну как-то мы ему верили но этот который пришел на все он же все слова того перечеркнул да он же тот говорил что никогда при мне не повысится пенсионным возрастом не будет изменим конституции там не того 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 и все и все пожалуйста все со временем так уже не может быть но такого же не можем не может человек так отказываться от своих слов но не может даже если это даже если это реформа вы какую-то себе там почему-то и придумали но вы людям не объяснили почему мы так вас и не поняли но так вас и не поняли и не поймем мы поняли что только одно что забрали у людей им а многие спортсмены именно как ты рассуждали откуда знаешь не вот еще таких патриотов как шельменко много есть я именно вот под это нет нету не будет и не будет нету и поэтому я и я честно говоря особо не верю здесь во что-то больше отец шлеменко не звонил после того выступления про александра и милей не говорим если не надо конечно он же там тоже высказался до нас подержал и свернуться к этой истории саша мне казалось бы то что повернулась против меня да на самом деле помогло мне очень сильно в принятии решений и он очень здорово как как бы ни казалось то парадоксально странно мне помог и многие люди себя повели так как я одних не ожидал важно мне хорошо для меня и позвонили те от кого как бы я ждал и позвонили те от кого я не ждал и и были приняты один два одно два решений да там кардинально которые принципе пойдут мы сейчас изменим изменит мой жизнь поэтому да саша мне звонил мы с ним разговаривали и это уже был разговор после того как мне позвонил мой там друг про которого я говорил и я там уже полностью другой плоскости пересмотрел всю эту историю я так скажу что не надо никому ничего угрожать не надо никому ни в какие лесть виртуальные баталии и даже виртуальные баталии могут обернуться очень плохо мало того что надо свои слова подкреплять действиями да кто-то может наболтать за тебя там наговорить того чего нет кто-то но наговорить и и кто-то тебя не знает на может реально поверить тот кто меня знает мнение изменилось и от я все тот же который за своих друзей платил всегда который совсем сюда делился вез подарки никого не подводил тот тусанове всегда дела имел все со мной нормально не переживайте нет никаких у меня проблем вот да и из этого всего мораль до что не надо никогда торопиться ни с чем не с поспешными действиями с поспешными выводами и тем более там высказываем и так далее тот кто понял что не торопится камил гаджиев кстати сказал что ты невероятно интересный персонаж в русском мм и почему интересного что ты такой же оратор наверно как он поговорить я могу дим смотри мага емельяненко твой прогноз ну до того момента пока саша на кочерге сидел да то конечно мага я вообще видел как он там тренируется с характерной самоотдачей с такое колоссальное и я думаю что он думаю что он фаворит был на том момент стопроцентный если саша уедет чечню бросит пить можно набрать очень хорошую форму может дать бой на руках но маги есть один плюс маги есть борьба на и было бы глупо если бы не использовал этот козырь физику он набрал очень сильно бороться он умеет набор этой до руки у него тоже неплохие и банка у него как говорится мощная думаю честно сказать что мага выиграет нужно дим тебе главное здоровье удачи и чтоб на новом месте было намного лучше чем на прежнем спасибо большое да на прежнем тоже неплохо было но просто перспектива на будущее но знаешь как давай сильно не заострять внимание те же еще еще пока здесь да еще накончательно не переехал после боя с максимум ждем здесь надеюсь да я думаю все нормально хорошо спасибо